Аплодисменты Здравствуйте, детишки, я Дедушка Мороз Не слышу? Здравствуйте, детишки, я Дедушка Мороз Я, между прочим, подарки вам принес И на предку Пачку печенья, батоны порвай Батоны нет, да Катя Петрова, читай скорее стяжок Так, скоро Ну-ка, детишки, похлопаем, чеснок Катя Мороз По-попаду елочкой в бокал Бесивый волк А что спеете здесь, да? Дедушка упал Очень скользко Что ж орешь ты, мальчик? Я не снеговик И не кардсон Ну ладно, я лошадка Ну в треке, так-дэк, так-дэк Что, наскопался Валя, накатай Ёлка высока, все, прощайте. Рыжий, конопатый, пионерочка, не хачайте! Хотя вы, детишки, Катя, не плачет. Эй, уходов. Пропустите тетю. Это тетя врач. С Новым Годом! С наступающим Новым Годом нашим с кисточкой. Да, сегодня давайте... Я с удовольствием приглашаю нашу сегодняшнюю снегурочку практически, потому что в таких шляпках... Егене Беков. Вот это мы так обмениваемся. Я говорю, Николаевич. Ты его берем? Левый, правый. Сюда смотри, левый, а оба. У него стерео, да? Ему всегда лучшие микрофоны были. Я не задаю вопрос, куда второй джек ставлю. Кусары молчат, Джек. Кусары молчат. Вот, Инна Саша правильно поднял тему. Вообще, если ты не имеешь права называть себя артистом, если хотя бы раз в своей жизни не был Дедом Морозом. Вылитый Дедом Морозом, Евгений? Вот тоже. Я же артист. Тогда быстро, быстро, буквально вот так вот схематически. Курганский машиностроительный завод. Богатая предприятие. О, БМ, Курганский. Ты не правильно, я не правильно. Да, это да. Вот, и там, значит, действия зависали за миссией. Господи, ты сразу не говоришь. Серьезное. То есть у нас сначала действия с детишками на улицу, а там все-таки Морозы такие 25, вот, а потом в зале, а там уже другая опература. Заказывают два костюма для Деда Мороза, один уличный, другой в зале. Потом, ближе к Новому году, естественно, режут сценарий и остается действие только в зале. Но костюм к этому времени шли только зимний. Вот, и я вот в зимнем костюме прямо на трусы его надеваю. Маленько. Десять юлок, семь килограмм. Классная диета от быкова. Поэтому, милые дамы, если вдруг способ есть... Все в Бурганский бюджетно-строительный завод. Десять юлок, семь килограмм. Классная диета от быкова. Ладно, ну и все-таки сегодня мы немножечко как правительство выступаем, потому что, как говорится, не первый год уже празднуем, новый. Должен сказать сразу, что следующий год, в 2013-е... Время контракта-то и придет. Что-то со вспышкой у нас вообще. Короче, следующий год это мой год, поскольку я побуду змея, на самом деле. Не могу сказать, что я черная в эти зоны собородить. Но змея безусловнейшая. Вот, поэтому сегодняшний концерт заряжен. Глаз светлый, рука легкая, все нормально. В Германии оперированная, так что никакой инфекции, все хорошо. И давайте будем общаться, будем, как говорится, писаться. Что бы вы хотели сегодня услышать? Поскольку сегодня мы с Сергеем Николаевичем Быковым решили сделать концерт полностью зеленым. У нас первые три песни намечены. Несмотря на то, что он в синем галстуке. Мы составляем такую рацию эмоций, вот сейчас зеленый сейчас мы наблюдаем, кто облазает ультра-красно-фиолетовым зрением. Мы потом это, конечно, снимем, потому что жарко, что-то это как Курганский машиностроительный завод. Но, тем не менее, 12 лет назад, в 2000 году, когда я встречал Новый год на плавающем средстве, и вправо-влево-вперед-назад и вниз была только вода, и деваться было некуда, и я принужден был смотреть телевизор, первую программу, три буквы. А тогда еще никто не был готов к 10-дневному празднованию. Спасибо. И вот я тоже где-то неделю смотрел все эти программы, наш народ-то нас укроил. Он за три дня выпил все, что он накопил, думал, что через две дня опять работает, то есть по пивку. Нифига, оказалось, еще неделю надо было тянуть. А уже пить-то нечего. Николон в аэрозольной упаковке не действовал. Их просто были нервные срывы. Я тогда вот посмотрел в КВРТ, кто подлюбился. Ну, на самом деле, это будет с 1 января 2013 года по 10-дневному. Ну, на самом деле, там ничего не медлится. А в Новый Год страна смотрела телевизор. Одни и те же хистеляшки и зады. Одни и те же мастера прикольной шизы. Хиты, понты и ощущения беды. Из ветка в ветка с года в год перелетали. Все те же звезды по фанеру не в папах. И в Новый Год сидели люди и гадали. Когда ж начнется долгожданный звездопад? Деды вздыхали в телевизор. Вот где банки! И то, что наши нет ни денег, ни львов. И наступив в который раз на те же грабки, Страна смотрела телевизор в Новый Год. А там девчонка залетела, как хотела. Парнишка с грудью, мол, все будет хорошо. Страна дурела, отрывалась и балдела. Из-под стола крича в экран, давай еще! И так, давай, сразу все, и сразу в ноги. Кумиры прыгали с канала на канал. Все те же песни, те же шутки для убогих. Безумный, вечный, бесконечный сериал. И вечный шлякер, и покой нам только снится. Куда ни блют, звезда звездою говорит. Все те же маски, непохожие на лица. И сентитневный мега-гипер-супер-хип. Но деньги кончились, экраны опустили. И мертвый город пьяно спит и видит сны. В мозгах бушуют предпохмельные метели. Намереваясь не кончаться до весны. Но кто ж так просто клиентуру отпускает? Но кто ж так просто из этих цепких лап уйдет? И телевизор, и экраны зажигает. Страна, вставай! Страна, вставай! Страна, вставай! Повторяем Новый год! Как что-то это клиент, что это нас ждет. Это и есть, собственно, константа вечности. 2013 год был очень нервным годом. Вы знаете, как-то все нервничались. Ну, как-то вот так вздрогнули там. Вскочил закон против Чириев сразу, понимаете. Воскочил закон против Чириев, почему не вскочил? Как-то все нервничали. Вот это, дай Бог, чтобы в 2013 году все расслабились. Ну, вот даже до тихого, удовлетворяющего начала конца. Конец света, как подсказывают последние события, так и свершился. Так и все-таки в России он случился. Последние события в суде. Хотя такой вот анекдотный анекдотный. Конец света, как в России, говорит, «О, так я уже здесь был». И не отрагал. Потоптался, да и ушел. На пороге. Даже в горницу не прошел. Да. Вот, тишины хочу, тишины, да. Величайше, величайше. Ну, и вот сегодня снежок пошел. Так на душу легло хорошо, да. Я, как водитель, сегодня скажу, как снежок пошел тяжелым снамом. Прямо, ну, вообще не так. И как водитель машину оставил дома. Это мудрый водитель. Не зашел с небес, а гор снегопад. Разукрасил в белый цвет весь белый свет. И синоптики растерянно твердят, Что такого не бывало много лет. Прямо тихли даже злые языки, Что снежинки — это мерзлая вода. Даже дворники лапа своих штыки Отопкнули нынче раз и навсегда. Белая снежная мышь, Что же ты ночью не спишь? И за окошком шуршит Хвостикам свет и заметает. Утром с последней звездой Выйду я в город седой, Прынешь ко мне голодой, Растаешь. Прынешь ко мне голодой, Растаешь. Говорят, у белизма короткий ветер, Что опять все почернее коварит. Но пока идет на город белый сын, И синоптики растерянные связь. Белая снежная мышь, Что же ты ночью не спишь? И за окошком шуршит Хвостикам свет и заметаешь. Утром с последней звездой Выйду я в город седой, Прынешь ко мне, Служду, Растаешь. Прынешь ко мне в воду, Растаю. Прынешь ко мне попросить. Если ты летела на город, Растаешь. Они уже не узнали, io Хвостик Анатик Вstandер Нормальная шляпа, она покрыла все на контрастах. Я раз в году вспоминаю историю, как я был Детом Морозом. Очень схематично, очень быстро. 79-й год, работаю в газете «Вечерняя Казань». Напротив, через дорогу, в казацкий молодежный центр. Там есть сотрудники, много. Они ходят обедать в нашу столовую. Как-то они заходят в отдел новостей, где я работаю, смотрят на меня и изрекают сакраментальную фразу. Загадочно. Они говорят, ты толстый, если бы ничего открыли Америку. Они говорят, ты будешь Детом Морозом. Я говорю, скринали. Они говорят, да-да, на елке для наших детей две елки. И я почему-то не смог отказать. Вообще, благодаря этим двум елкам я оказался в Москве, и сейчас я его перед вами. Сейчас был бы большим, счастливым, великим человеком отказать. И, значит, почему-то я попросил такие валенки с калошами. Я потом понял, почему калоши я просил. Это инстинкт самосохранения сработал в последнюю годину. Значит, в назначенный срок, где-то числа 30-го, я пришел в молодежный центр, мне дали плисовый синий халат. Значатся, валенки с калошами. Надели усы и бороду и намазали помадой. Такой натуральной, женской, такой типичной помадой. Куда, смотрите, снаши, 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 снаши. Детям не надо показывать страшные кадры. Вот вы не поверите, а вот здесь вот, между прочим. Так, и, значит, я пришел, намазали помадой губы и нос. Но я, артист-сводитель, я не знал, чего дали. Шапку, значит, посох. Причем посох, как сейчас помню, был вымазан синий гуашек, который оставлял следы на всем. Даже под водой и на стекле. Барежки сразу стали синими. И, значит, меня вытолкнули к детям. Первый замес детей было немного. Человек пять, родителей было раза в три почему-то больше. Тогда я уже начал задумываться о непонных сериях, когда три родителя. А я-то что думал? Я думал, дети, они же, ну, и глазенки хлоп-хлоп, да? Вышел полный дядя, а Дед Мороз, они уже тынц-тынц, отписывались от счастья, и все. И я вышел и говорю, здравствуйте, детишки! Здравствуйте, Мороз, и сказали. Поздравляю вас с наступающим обзором, я же как фельдфельм на плацу. И потом, знаете, вот страшная вещь, выяснилось, что говорить больше не о чем. А все-таки Казанский университет, историческое образование, педагогическая практика, это три месяца в четвертых-пятых классах. Я понимаю, детей обманывать нельзя. Это потом аукается, вот сейчас и аукается, кстати. Потерянные поколения. И я, значит, ну, то есть тянуть на каких-то, да, контрактов там не удавалось. Я ушел за елку. Типа, Дед Мороз, если нет его, и за елки выглянул, дед и стоял. Родители как-то поднапрягли. Это мне сразу не понравилось. Я вышел за елку, карманы, нет карманов. Ну, там, может, конфеты какие-то, или, да, с прошлого Нового года в костюме нет. И я так, глазенки-то, понимаете, рентгены. И вдруг я говорю, дети, а знаете, почему Снегурочки нет? Сказали, дети, описывавший второй раз. И тут Остапа понесло. Я говорю, знаете, Снегурочка к нам шла, но Серый Волк ее притиснул в подъезде. И мы сейчас пойдем, Волку лапки переломаем, Волку разобьем, хоз оторвем. Вообще-то все время сечения делали. В общем, я написал смерть этого Волка так живописной, что сам содрогнулся. Дети просто забыли так слегка. Родители хотели тут бывать уже интеллигентно. И я стал ходить вокруг елки. И каждый раз показываясь из-за этого, говорю, а, вы здесь дети? Потом у меня была заготовлена последняя фраза, которую мне как пароль дали под страхом смерти, что дети внизу за 3,50 подарки. 3,50. Тогда была цена подарков елочной. Все ребята идут. И в очередной раз я вышел, значит, ну что там, мандаринка, печень, пески, переговоры и так далее. И по-моему все. И все по-моему. Вот я вышел, сказал, так, дети, а сейчас все вниз, за 3,50 подарки, и дети с воем убежали. Родители, отступая, прикрывали их, отступили. Я вышел в спортзал, сообщающийся дверью с этим вестибюлем, где происходило эти путь. Я сел на лавку, и я вот, честно вам говорю, я уснул. Очень была велика потеря нервной энергии. Я уснул. Проснулся от того, что побежали юные воскетболисты и стали с тяжелыми мечами бить по Дедушке Морозу и, в конце концов, кричать Дедушка Мороза, пьяный, Дедушка Мороз пьяный. Ну, это такой образ в сознании советского ребенка. Сейчас не знаю. Такой образ Дедушки Мороза, в сознании российского ребенка. Вот. Я проснулся, я сел в 10 минут. Я в Дедушке Мороз. Очень устал Дедушка Мороз. Пройгал одну югу уже с вами с корнецами. И опять уснул. Второй раз я проснулся от того, что меня били в легка шпинками. Даже плисовый костюм не спасал. И стояли работники молодежного центра и говорят, че ты спишь, где тебя хрикли, тебя выкликают. Вторую смену запустили и 10 минут они кричали Дедушка Мороз, Дедушка Мороз. С просонок, а все-таки долг превыше всего, я влетел, значит, в вестибюнь. Николай, гаджеты. Я, махая палкой, влетел, и дети просто, они от ужаса, ну не знаю, попадали. Потом оказалось, что, значит, когда я запотел в плисовом костюме на первой елке, от нервов, помада растеклась в полусах по бороде. И вот кроваво-красное что-то, красный сыр, где синяя борода не стоит, это была красная борода. С красными усами, и вот пожиратель, и дадите детей, с синим мажущимся посохом. И тут я уже знал, что говорить, я уже буду реагировать. Здравствуйте, детишки! Скажите, дожидаясь ответа, а почему с Негоричь хотя бы все рывок, сука, я вот там, это, съел. Все, я выпулив за 34 секунды, и под елку сразу, и там я сидел, когда же ее выйдет. В это время случилась подлянка, сказывается, за время моего сна, работники казахского молодежного центра, спасая вторую порцию, судить-то и хотя бы. А ты нуреза. Они, значит, принесли йоника, помнишь, были такие? Роганола йоника. Извлекала трезву, да. То есть, они поставили йонику, за нее поставили человека, и он заиграл, в лесу родилась елочка. Почему я заиграл, когда он заиграл. И, когда он заиграл эту мелодию, какой-то очень подлый голос, потому что мы так договаривались, микрофон сказал, «А сейчас танец Детушки Мороза». А я под елкой сижу. Я говорю, «Не-не-не-не, какой-то, вот что-то». Меня заколоши выкинули, и я решил танцевать. Глазерки, дед. Я стал танцевать. Я почему-то решил на второй секунде танца пойти в присядку. Присесть я присел. Как говорится, выход силы я не сделал. Талоши мелькнули передо мной, и я упал. И вот у меня воспоминания, я упал, так на заднюю, то сел, и клубы пыли, знаете, вздыматься в этих глазенках, на фоне глазенок, и сидя, я уже обреченно сказал, «Дети, все вниз, за 3,50 подарки». Это я узнал, и почему-то, вот черт меня дернул, когда они ломанули в лист, я в конце сказал загадочную фразу, «Я вам сегодня приснюсь». Я до сих пор не могу понять, зачем я это сказал, потому что ЛРФ случился сразу. По удаляющемуся бутками, и по нарастающему мою прозителю, одна женщина, она так задом прикрывала, значит, очень так, технично, отступала задом, смотрела на меня смино совершенно взглядом, разводный язык у нее влезал, и она так шипела, «Ох, как скучно-то, скучно-то как, а?» Я ей сидя говорил, женщины, это не скучно, это страшно, вы очень родки в своих друзьях, оценках. После этого я сломил шапочку, перчатки, валенки, калоши, отдал очень тихо и мрачный работникам казахской молодежи центры, которые не смотрели на меня почему-то. Я ушел домой, и вот, рассуждая о бренном, я долго шел до дома, по Морозной Казани да, в результате я вынужден был уехать из этого великого города да, и вообще это было описано первой песней я тоже был Дедом Морозом, поздравляю вас с наступающим я вам приснюсь в ночь с 12 на 13 вот так с 13 на 14 13 вот с 13 на 14 мы с Евгением Николаевичем вам уйдем постида мы вам приснимся и вы услышите вот это вот и старый проводник вот и новый наступил на любимую мозоль да, так что просто нету сил но разрывается на части телевизор нецветной тот, кто выпил, будет счастлив тот, кто выпил, будет счастлив тот, кто выпил, будет счастлив кто не выпил тот, больной о, больной а, о, подлюка а потому, как жизнь одна это такая графца штука хвост и хвост шапьешь до дна кто залил пир шампанский а кто крошкой своей заводил пир шампанский сердцу вы вновь телевизор Телевизор, теле ездит, говорит, тянут еле лапы внизу, Новогодний шар заиск, и подъем ее же бритый, Видит радостные сыны. А со старым все макриты, а со старым все макриты, А со старым все макриты, перед новым все равны. А вот и старый проводил, а вот и новый стой, А вот и новый проводил, а кто в теплых купил. Старые здесь такие, старые, я седой, какие здесь обморки шарят. На этих проникновенных строчках, принадлежащих брат Евгений Николаевич, Который, отслужив в действительную службу, да нигде не на терпичке, Приехал в Москву и, зайдя летом в переход на Тверскую, Увидел эти небесные создания москвичек, Практически отсутствующих мини-ъемках. Он прислалился к себе, сказал, старый, я седой, как я здесь обморки шарил. Большего крика души, больше глубины я еще пока не слышу. Николаевич, смеваю. Не потому что некрасиво, да? Потому что жарковато. В общем, мы не решили, что дальше будет происходить. Не, ну а сейчас мы что, будем петь. Так, вы, значит, не хотите, чтобы что-то пели, что вы хотите, да? Пойдем, пойдем, свадьба. Хорошо, свадьба, так свадьба. Ну ладно, поехали. Не видим препятствий. До завтра. Почти. Это хорошо. До завтра почти. Когда звонок в дверь, а он жене говорит, ты моя сестра. Это тоже крайне шарит. Ну, начинает светлый образ почти невесты. Сойди, свадьба, скорее, черт кудрян. Ему ботинки вычистит так вас. А я-то, нура, упустила славу. Там хоть свекровь зараз, но от нас. Ой, а ты, две сестры, не затаскуешь. Но на меня не очень поорешь. У нас в конторе, если не любуешь, То долго на земле не проживешь, Жених, соседский вовка, налевлен в стакан. А я плакнул, и на тебе, да гниля, ой. И вот теперь моей свободы вместо На шею в виде бабочки, ах, 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 ах. Но ничего, я тоже не цветок. Потяжелее ее кило на восемь. Чуть что на откалу, и прощения бросим. Открой глаза и мяюся в потолок гостей. А вы какой-то, а вся ногой-то, А поцелуйтесь горячо. А поцелуйтесь дай-ка скойкой, А вы за маска льем еще. А вот так, смотришь, мрачующийся. Вот с этим вот так и улыбающийся. Вот с этим вот так и любующийся. С вами отношенью заканивающийся. Вот этим вот образом расписывающийся. Поднеси свидетель уже наобравшегося. Вот здесь, и здесь, и здесь. Господи, унеси свидетель совсем с жилья отпившимся. Вся теща. А ваше что это ведь того, да, полботинки вошины, На макушке для его, да, волосы где рошины. Свекровь. С полботинками вошим, а в реческах пелосья, От того, что рядом с ним, ваше придуривося. Костя. А только горько, а все там горько. А если горько, то давай. Раз, два, три. Спасибо, горько. А ну за это поливай. Свидетель, любимый образ. Мы сколько познави. А сколько людей. А, о, он не с нами. А сколько... Ваще. Работник за... А теперь за супруги верности и добрости, А менять в кольцах идено, что гробно, Соблили всех с радостей и уходистей, Соблили в руку на самого рома, А сейчас на пьете, в руку, мол, даже добрый день будут. В тридцать пять. И напишет на развод заявление. Невеста. Колечко на палец попался, Раним, где же тело, сухофруктов, Минтай и сорнина с игрой. Закуску все гости приносят с собой, А что не давили, уносит домой. Гости, а, горе-горе-горе-горе-горе-горе-горе-горе-горе. Закуску все гости, а, горе-горе-горе-горе-горе. Закуску все гости, а, горе-горе-горе-горе-горе-горе-горе. Закуску все гости, а, горе-горе-горе-горе-горе-горе-горе. Закуску все гости, а, горе-горе-горе-горе. Закуску все гости, а, горе-горе-горе-горе-горе-горе. Лаперка прожает, лёжка жартища дарит кольцо. С лета фотографий на стене, лампочка пылится под потолком, В щёлку незаклеенную в окне, убежала память, как молоко. Где-то та невеста красавица, где-то тот жених, что ещё не бьёт. Где-то та форт на два лица, где-то закрыл антони в руку. Си закрыл антони в руку, си закрыл антони в руку, си закрыл антони в руку. Кольцо бьёт. Сейчас не громко или громко? Нормально? Всё-таки мужская песня. Песня несчастного великого мужчины. Который, знаете, это смеет. Я говорю, в ночь с 8 на 9 марта, нет, с 31 декабря на 1 апреля. Он не понимает, кто он, что он, где он. Нормально. Спасибо, конечно, нашим родным людям, которые подарили нам это. Ну, как-то надо фильтровать было базар у Николаевича на калстыке. И краткой датой, тире, успокойся. А нет, так. Нервный вид. Нет, так. Зажигай. Не восстанавливайся. Попусть все покануть. Останутся только спокойнее. О, как это надо. Ну, давай. А ещё? А ещё. А ещё на улице темно Ни души, ни звука, ни огня. А ещё горит моё окно. В комнате, в которой нет меня. А ещё. А ещё стою один ночи. Никого со мною рядом нет. А ещё. 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 Приехни соврата в темноте. А пока на улице темно, А пока стою один в ночи, А пока горит мое окно, А еще я выронил ключи. А сред светое светое, А хоть куда, Слышь, звенят ключи в кармане, Да не те, А те скользнулись с кармана, Вот беда! Не найти их не соврата в темноте. Не найти их не соврата в темноте. Не найти их не соврата в темноте. АПЛОДИСМЕНТЫ И уж поскольку тематика объявлена, Как бы, Означена, То, Как бы, Все-таки, Предновогодняя песня, В ее начальном варианте, Как она, собственно, писалась, Именно тогда, по ходу, Была практически такая, Какая была вчера. До декабрьской на столовой, Блокированной дождями, Пьяный дедушка Мороз, С прохудившимся мешком, Красный нос, конечно, ской, А в мешках, что под глазами, Есть местечко, где для слез, Убегающих тайком. Ветер времени сорок, Он не знает состраданья, Он швыряет полки сыня, На побитой молью пылись, И в не лучшем из миров, На задворках мира задания, Одинокий человек, Загревает, Загревает, пьет на весь, Непонятные дома, Непонятная погода, Да спешащие назад, Старомодные часы, Вот такая вот зима, Наступающего года, Солнца нет, Солнца нет, Но есть закат, Очень средний в полосе, Ветер сам уже подмёрз, Забывает из-под ордей, И снежина, чья мошка, В душу норове залезть, Водевался дед мороз, Потому как нет погодных дорог, Потерялись из мешка, Стыд и совесть, В умной части, Вот такая вот зима, На задворках мира задания, Нескончаемый закат, Очень средний полосвет, Равнодушные дома, И исчезло сострадание, И спешат, 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 Все спешат назад часы, И спешат, 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 Все спешат, спешат. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вчера был день рождения У моей доченьки, Поэтому, Что-то разбит, АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ваши сны. День рождения странные, Праздники, В них живут обманные сквозняки, Вроде только минуло, Двадцать лет, Дунуло и сгинуло, Нет как нет, А ни к чему по прошлому Слезы лезли, Лучше по-хорошему Нынче жизнь, Наливаём рюмочки По полотне, Закрываем форточки По полотне. Та-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам, Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Наливает рюмочки, он голодит, сколько шло мне сходилось. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Николай, запомнил? Все запомнил? Все три песни запомнили? Значит, вот несколько песен такие разноплановые, все такие разно, я бы сказал. В прошлом году началась такая история, шли мы с Леонидом Александровичем на яхте из Хайка... Лимасол, да. Я все за это время думал, есть ли у нас... То есть яхта-то плыла, а мы по ней шли? Входили, пока мы двинь. Ты думал, есть ли у нас Кайка, есть ли у нас или нет? Как ты с этой гениальной фразой сказал, что... Могут оказывают... Два дня в море ушел. Первый и последний. Потом всю ночь. У меня там автопилот, а у меня свой автопилот. Но автопилот-то мы напоили сразу. Он столько не пил никогда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Между прочим, имеет смысл еще вспомнить историю. Вот только мы из Хайка выходим, а выходим в ночь. Мы можем только ночами, можем перемещаться. Вот ведь он занят все время. И я спрашиваю капитана, а вот смотрите, как мы будем понять, вот стоит, там огоньки верят какие-то... Ну вот если древненький огонь... Это, мол, бельный или нет? Бельный, или здесь зелененький, или там синенький. Значит, он вот этим боком ко мне стоит. А если, значит, вот этот огонь упадет, значит, он идет этим бортом ко мне. Ну и там как-то мне объясняется, говорю, а что у вас вот тут такое вот яхта, что-либо? А он, сколько-то, ничего не ответил мне. Как прыгнул он куда-то, что-то раз, типа за борт. Прибрал. А мы сидим чуть-чуть сзади. Вдруг я смотрю, вот такой высоты бакин, ну такой морской бакин. И он так облизывает борт нашей яхты, и яхта успел его взорваться. Трехтонная машина. Обалденный бакин. И так издевательски у него этот, пенем, так, мигнул. И все. И вот так идем дальше. А капитан так холодную воду тер, так. А вчера новый ящик вина. Залить горе не сказал. А только сказал. Значит, мы пришли утром, а я выползаю, и говорил, два раза, я вступил на борт. А на следующий день он приходит и подарил мне вещь, совершенно для меня бесполезная. Гениальная вещь. Я даже сфотографировал Николаевича. А нет у него какая-то сфотография? Нет. У нас сфотография. Телевизор есть, мы бы рады. Нет, это гениально. Вот она мне дарит. Вот такую золотую печатку. Золотую печатку. На палец. Потому что если бы мы в нее потеряли бы много. И с этой печаткой на пальце Евгений Николаевич в Кремлевском дворце играл Александру Маршалу. На день обязательно, чтобы, ну, пацаны-то должны играть. И он просто, первые три ряда были ослеплены. Он большим праздником на шею надевает. Серьезная байка на малышатый каркас. Ох, как мы смеяли. Так вот шлюпочка, да. Не буду рассказывать историю, просто вспомним, попытаемся вспомнить про шлюпку. Когда-то я плавал. Нет, я плавал, я точно, я как это самое, в прорубь плавал. А ходил-то пароход в круиз. И пароход ходил там по Нормегии. И потом от Форецких островов пошел к Исландии, уже вышел в океан. Оказалось, что пароход там... Я всегда гордо говорил, что в списке ста круизных судов он занимал подтетные 101-е место. То есть его не было там. Его сварили из многих лодок. Когда мы заходили в какой-либо порт... Кто это все в Морченко передает? Когда заходили в какой-нибудь порт норвежский, норвежцы так токали языками. Говорили, ах-ха-ха-ха. Как вы на эти калоши плаваете? Как же, если мне утонули. А круиз, там, 350 человек... 350 человек круиз. Короче, когда мы вышли из Варьерских островов, пошли в Исландию, мы попали в 9 баллов. Да. Придевая толкнула с Артем Небесным праздником. Пыталась праздновать свои сны рождения. Не удалось на 3-е сутки. Вы знаете, когда моторы встали, устал уже не до смеха. Вот. И просто для того, чтобы песня была понятная. Валера Исляйкин, столист Московской театра Оперетты. И палубный матрос Ваня, неопределенного совершенно пола, место жительства, весь улыбающийся человек, единственный славянин среди филиппинцев, которые были палубными матросами. Филиппинцы все были мистер Бины. Они ходили, а так, ага. Мистер Бин, ага. Сделали, ага, и уходили. И вот они решили, знаете, каждый умирает по-своему. Они решили сосчитать все окружители на суде. И когда их в десятый раз поперли уже из машинного отделения, то их ломали, когда с мостика, а командир, капитан корабля и все старшие офицеры греки. То есть греки, филиппинцы, украинцы – это обслуживающий персонал в ресторане, и вот Ваня, палубный матрос один, и Валера Исляйкин, все. Значит, Толкунова, Семен Альтов с женой и двумя очаровательными внучками. И все уже стали прощаться. Все пришли в музыкальный салон в одеялах. Рояль летал просто в обуву, лишившись всех трех ног. Компьютеры летали, пальмы выдраны. Скоро, действительно, было страшно. И все уже так думали, господи, а где мы? А не важно. Где нас похоронят? Не важно, ладно. 9 баллов. И я и моя семья были приписаны к шлюпке номер 5. Вот что, собственно, побудило меня как-то активно бороться за жизнь. В каком плане? Шлюпок на корабле было 4. То есть подвес каждого борта. Я искал 5, ребята. Шлюпка номер 5, там, спасательный круг, надеть на себя, там, белый простымюзер, там, паёк сухой, там, и явиться к шлюпке номер 5. Я бы явился. Куда? И, значит, я искал и не нашёл её. Вот когда мы всё-таки выгребли, угребли мы куда-то в Норвегию, все нас не ждали вообще. Какой-то рыбацкий комфорт мы пристали, значит, эта наша посудина вошла. Да, было, не знаю, там, две минуты, чтобы запустить хотя бы один из моторов. Потому что когда моторы встали все, нас стало просто убить, как они. И запустили на моторы, он так, и боком, матерясь, куда-то убежал. И все на земле потом ходили, и всех так... Всех шатало. Я написал такое, значит, музыкальное жертвоприношение. Что-то, да, да, да. Сейчас, дай мне память ещё и говорю. Какое-то форму названия. А, Бакин. Конечно, да. Бакин, Бакин, да. После этой ночи Евгений Николаевич Быков получил почётное название, помимо гайки на палец, получил название Буль-Тур Николаевич. Бой. Потому что бой только, потому что бой только, а Николаевич просто Николаевич. Ни слова лжи. Старый Бакин на реке, ночь уже не вдалеке. Бакин, сожигая огонь, маржа бросит. Ты засинёшь в своих волонах, буду я плутать в потемах, да не дай Бог, на топлях ветер бросит. Старый Бакин, да не дай Бог, на топлях ветер бросит. Старый Бакин, да не дай Бог, на топлях ветер бросит. Старый Бакин, да не дай Бог. Старый Бакин, да не дай Бог, на топлях ветер бросит. Старый Бакин, да не дай Бог, на топлях ветер бросит. Старый Бакин, да не дай Бог, на топлях ветер бросит. Старый Бакин, да не дай Бог, на топлях ветер бросит.